И снова здравствуйте! Приветствуем вас в нашей студии. Вы видите со мной прекрасные девчонки, а это значит, что сегодня заключительная серия роликов про периодизацию и как это смотреть на тренинг и питание через призму менструального цикла. Мы с вами рассмотрели первые три фазы, знаем, что и как делать, и сегодня поговорим о четвертой фазе, условно говоря, четвертой недели. Дни с 24 по 28. Попросту ПМС. Да. Почему это самая тяжелая во всех смыслах слова фаза? И с точки зрения психологии, физиологии, во-первых, уровень прогестерона резко, причем падает, достигая при этом своего пика в предыдущую фазу. И начинаются все прелести ПМС, которые чувствуете вы, чувствуют ваши спутники. И что касается тренинга, здесь самое важное – ходить на тренировки, потому что у вас пропадает желание вообще тренироваться, вам хочется обжираться сладким. Девчонки, поймите, эта неделя как тестовая неделя. И эта неделя – определяющая неделя вообще всего того, что вы делали в предыдущие три недели, которые подготавливали ваше тело к тому, чтобы оно становилось лучше, прекрасней, сексуальней и желанней. И нравилось оно в первую очередь вам. Если вы вдруг поддадитесь, начнете жрать, не ходить на тренировки, не следить за собой, ни в коем случае нельзя принимать алкоголь в этот период, вы перечеркнете всю ту полезную проделанную работу в плане диеты, в плане тренинга и откатитесь назад. Я надеюсь, никто из вас этого не хочет, поэтому нужно себя подготавливать психологически к этому, нужно быть готовым к этой неделе. В эту неделю прекрасно подходят тренировки на окислительные мышечные волокна. Обязательно растягиваться. И настраивайте себя на то, чтобы быть позитивным. Начинайте день, проснитесь, улыбнитесь себе. Вы не поверите, насколько на самом деле все в нашем организме взаимосвязано. Вы же знаете, что бытие определяет сознание, но и сознание определяет ваше бытие. Поэтому позитив, позитив, позитив. Задолбите своего мужа, партнера сексом в этот день. Пусть он от вас отбивается, а не наоборот. Позволяйте себе немножечко темного шоколада, бананы обязательно после тренировок. И радуйте себя простыми какими-нибудь женскими радостями. Пойдите купите себе что-нибудь. Купите себе что-нибудь. Но обязательно, обязательно помните о том, что все, что с вами происходит, это не потому, что вы такая чудная, а потому что уровень гормонов играет с вами вот такие злые шутки. Может повышаться температура. Вы можете чувствовать боль в области молочной железы. Но не стоит на это реагировать. Нужно оставаться на позитиве, держать себя в руках. Грубо говоря, будьте терминатором. И это, поверьте, воздастся вам сторицей. Но девчонки, наверное, лучше меня расскажут об этой неделе. Ну, я расскажу вам немножко о питании. Знаете, я вот это слушала Егора и хотела, мне пришла на память такая фраза, которую Фаина Раневская сказала, лучше диеты не жрать. Но это неправильно. Это неправильно. Поскольку нужно кушать, нужно кушать меньше, но чаще. Потому что в эту неделю у вас ПМС, вам все не нравится, еще больше хочется кушать что-то сладкое. На что нужно обратить свое внимание на употребление солей? Прямо вот проследите за собой. Потому что девочки мои не употребляйте, сведите до минимума. Потому что, мои хорошие, вы будете отекать. Вы будете отекать, это просто физиология, это свойство нашего организма, особенно в этот момент. Поэтому, пожалуйста, любите себя, не делайте этого. Но, если уже вы что-то такое скушали, то не думайте, вот все, я теперь отеку, мне теперь не нужно пить воды. Воды в этот период вы должны их удвоить. Потому что вы должны вымывать это все, вы должны пить воду. Потому что задержка будет у вас водой. В любом случае. Еще, что очень важно, нужно кушать овощи. Извини, я перед этим про воду скажу. Ты меня тоже натолкнула, прям тут забуду. В этот период очень полезно принимать воду по типу капельницы. Я это один раз услышал от одного доктора очень. То есть, пейте по одному, два глоточка каждые 15 минут. Вы, конечно, будете бегать часто в туалет. Но это эффект капельницы. Вы будете действительно промывать, прочищать себя. Даже если вы этих солей наели, вы все равно будете их вымывать. Что еще полезно в этот период? Вот сейчас мы, вы понимаете, мы разговариваем и наталкиваем друг друга на мысли. Потому что, конечно, с опытом, со знаниями, с образованием мы знаем что-то. Мы забываем, мы не знаем всего. Поэтому мы учимся друг от друга. Это очень полезная вещь и для нас, и для вас. Очень важно в этот момент, я рекомендую лично, и что я делаю, где-то приблизительно пол-литра выпивать минеральной воды, но хорошей. Потому что она насыщена минеральными солями. Но не теми солями, которые плохо сказываются на вашем организме, а солями, которые поддерживают ваш организм, которые насыщают ваш организм. То есть, вот обратите внимание именно на это. Опять, как я говорю, сложные углеводы, очень-очень полезно. Многочисленные овощи, пожалуйста, слушайте. Хотите в этот период вы кушать сладкое? Да. Скушайте в этот период фрукты. Но сделайте это, пожалуйста, в первой половине дня. Не делайте это во второй, потому что отложится все в жир. Как Егор правильно заметил, вы пахали 3 недели из месяца. Вы не хотите, чтобы эта последняя неделя не просто сошлась на нет, а еще вы добавите экстракилограммы всем тем, что вы даже, с другого слова, нет, сожрете. Поэтому, пожалуйста, следите. Потому что не ваш рот вами руководит, а ваши мозги. Поэтому включайте их. И чтобы их обманывать, очень как раз-таки поможет вам кушать часто, но по чуть-чуть. Потому что если вы в этот момент, к примеру, многие какую ошибку совершают? А, у меня вот такая неделя, я лучше буду голодать. Ни в коем случае голодать. Потому что вы обязательно вечером очнетесь, сидя возле холодильника и пожирающиеся все, что там есть. А потом просто не поймете, как это произошло. Вообще, эта неделя чревата срывами, конечно. То есть, если девчонки срываются, они, как правило, срываются именно в эту неделю. И вот еще такой момент, что хотела добавить, как этого срыва избежать. То есть, сладкого хотеться будет. Никуда вы не денетесь, его будет хотеться. Будете вы кушать сложные углеводы, вам это поможет однозначно. Но все равно на 100% вот этого желания что-то скушать, какую-то вкусняшку, оно... Как? Да, я пыталась избежать этого слова. Спасибо, Элла. Хорошее слово. Оно все равно будет присутствовать. Поэтому можете еще раз внимательно переслушать ролик первой фазы, где мы подробно рассказывали, как с этим бороться, с этой тягой сладкому. Я просто кратко напомню, как себя обезопасить, чтобы не пойти и не скушать какой-нибудь жуткий торт из супермаркета. Можно обеспечить себя на этот период правильными сладостями. Уже было сказано про фрукты и бананы. Обеспечьте себя качественным, хорошим, горьким шоколадом процентом, больше, чем 72, в составе которого будет в первую очередь написано какао-порошок, какао-масло. Обеспечьте себя ягодами. Если вы живете в России, Украине, Белоруссии, вам в помощь замороженные ягоды, пожалуйста, с ними можно приготовить какой-либо десерт, джеле, например. И не переживайте, замороженные ягоды и фрукты на самом деле лучше, чем те, которые продаются. Да, абсолютно верно. Это удивительно. Еще какой момент, пожалуйста, приготовьте себе какой-то домашний десерт. Сделайте что-то вкусненькое. Алла очень хорошо готовит, и мы ее попросим один раз сделать какой-нибудь полезный торт, протеиновый, каких-нибудь белков. Мы все обещали, но никак не снимем. И мы периодически, достаточно часто мы публикуем посты у нас на нашем канале с полезными рецептами, которые на вкус, они может быть не сладкие, такие как с сахаром, но они полезные и сладкие достаточно вот именно для этого. Чтобы обмануть ваши гормоны. Да, кто будет смотреть этот ролик на YouTube и не понимает, о чем речь, все ссылки на канал девчонок в Instagram мы оставим в описании к ролику. Заходите. Потому что на самом деле вот мы с Аллой любители пожирать, честно говоря. А я профессионал. Мы любители, нам еще далеко. Мы любители, и поэтому мы изыскиваем всевозможные рецепты, которые мы можем сделать без употребления сахара. Знаете, в рамочной использовании. Ну там как бы три основных компонента. То есть на самом деле, как я экспериментирую, часто я беру классический десерт любого классического блюда, заменяю неполезные жиры на полезные. Как каша из топора, то есть получается совершенно другой продукт. Не полезные жиры на полезные. Белую муку на какую-то правильную муку. Или протеин нужен. И сахар заменяю на стивию, бананчик, протеинчик, какой-то уже который содержит подкласситель. Но я, честно говоря, больше люблю добавлять все-таки стивию в десерты, чем протеин. По двум причинам. Первое, от протеина более сухие получаются, если говорить о течениях, о блинах. Он высушивает в первый момент. А второй момент, бананы и яблочный соус 100%. А вот в качестве просто стивии, которую я кладу, я уверена, а если почитать внимательно состав протеин порошка, там они все равно добавляют. Конечно, непонятно. Да, 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 и все остальное. Там бикстоза и всякое. Сложно найти хороший качественный блюда. Если у меня нет цели сделать протеиновый десерт, я все-таки предпочитаю брать не протеиновый порошок, а стивию. Либо уж лучше какой-то бананчик, тыкву, яблоко, которые дадут натуральную сладость. Но это в любом случае будет не сахар. Поэтому как бы основной совет, да, подойдите к умам с этому периоду. Здраво себе скажите. У меня вот сейчас ПМС. Я это хочу сожрать не потому, что оно мне нужно, а потому, что это говорят мои гормоны, говорит природа. Поэтому запаситесь домашними кексиками, запаситесь блинчиками, овсянами. И практический совет. Если вы идете в магазин в этот период, то ни в коем случае не едите на густой желудок. На густой желудок. Наешьтесь полезными продуктами. А лучше лучше отправьте. Да, лучше отправьте мужа. Мы, кстати, об этом тоже, вроде как говорили. Да, да, да. И, девчонки, почему мы всегда заостряем внимание на позитиве? Приведу такой пример, очень-очень показателен и для меня очень удивительным. Я уже раньше рассказывал, но многие все равно не слышали об этом. Раньше физиологи, и это факт, показывали исследованиями, различными экспериментами, что сколько бы вы не пережрали, а поверьте, все мы люди, я не знаю, как девчонки, но у меня бывает, я могу сожрать что-нибудь прям конкретно. Хотя у мужчин тоже, кстати, бывает НС, уровень гормонов падает, просто у нас немножечко это все по-другому протекает. Так вот, сколько бы вы не съели за раз много, организм не может на вас навесить больше, чем 140-150 грамм. То есть вы не прибавите, не пожирнеете большего, чем на эту цифру. Но недавно в этот эксперимент включились психологи и сказали, что не может такого быть. Если человек настроен негативно, он будет набирать на себя больше. Физиологи не согласились. И что вы думаете? Действительно, был шокирован весь научный мир. Разделили людей на группы, взяли мнительных людей. Я уверен, что среди ваших знакомых тоже есть такие, которые, чтобы с ними не случилось, положительное, негативное, они всегда находят, о чем бы еще попереживать и поплакаться. Кстати, еще это объясняет темы. Недавно ко мне перешел один ученик от другого тренера. Я его спросил, почему он говорит. Да потому, что он меня просто, извините за выражение, затрахал. На каждой тренировке он мне плачется о своих проблемах, как ему тяжело жить. Хотя у человека все нормально. Есть машина, есть квартира, есть жена, ребенок. Так вот, когда стали делить этих людей на группы, то есть люди, которые ели и радовались от этого, не переживали, и люди, которые ели и гнобили себя, что они съели больше, чем нужно, что вы думаете? На 100% увеличилось увеличение, накопление жира. То есть эти люди, которые были на негативе, набирали до 300 грамм. Понимаете, о чем я говорю, да? Следим, конечно, за питанием, но если где-то что-то сорвалось, не переживаем, забыли об этом и идем дальше. Да, ну мы это уже тоже в своем блоге описывали. То есть что сделать после срыва, если он произошел, потому что в этот день, в эту неделю срыв все-таки очень вероятен. Поэтому он возможен, да. И я думаю, что как бы мы, мы все все-таки люди, мы не железные, как бы мы замотивированы не были, но бывают еще какие-то стрессы, проблемы на работе, проблемы в семье, плюс еще все это ложится, как правило, в эту самую неделю. И мы все-таки действительно можем сорваться. Что делать на следующий день? Урезать углеводы, урезать жиры, поголодать, сделать разруску? Ответ нет. Мы, как Егор абсолютно правильно сейчас объяснил, почему. Мы просто забыли, простили себя любимую, вычеркнули этот момент из вашей жизни. Если вспоминаем об этом моменте, то только с благодарностью за полученное удовольствие. Какой был замечательный день, какое было вкусное вино с сыром, с виноградом в час ночи, заеденное мороженое. Не, ну ты сейчас расскажешь о том, что ни в коем случае. У меня ты из личного опыта. Вино с шоколадом в час ночи. Из личного опыта в четвертую неделю цикла. Может быть. Он? Нет. У тебя была первая в этот момент. Я не раскрываю. А что ты мои раскрываешь, я не поняла. Ты вообще сказала. Почему я сказала? Я сказала, что ты из личного опыта. Никто не сказал пальцем, никто не показывал. Ты с одной стороны сказала, что это ты. Я не показала. Ладно, у нее в четвертую меня в третью. На целом деле, да. Если мы едим, то мы едим тоже вместе. Ну и теперь это, девчонки, шутки в сторону. Действительно, если как бы чего-нибудь наелись, неважно чего, простили себя, вы все равно красавицы, вы все равно умницы, все равно эта жуткая неделя закончится, вся вода сойдет, вы посмотрите на себя в зеркало и будете все такими же стройняшками. То есть на следующий день просто продолжайте свою нормальную жизнь. Кушайте, как у вас было запланировано. Тренируйтесь, как у вас было запланировано. Я единственное, что могу сделать, так, чтобы совсем совесть очистилась и совсем себя прости, я делаю дополнительное кардио. Все. Это максимум. Да, это полезно для здоровья, для сердца. То есть я не урезаю ничего, ни жиры, ни углеводы, ни тем более белки. Я просто могу лишний раз прогуляться, могу лишний раз походить полчаса на тренажере, сделать интервальное кардио. Потому что очень бы хотелось в этот период пойти, конечно, сделать ноги, тогда бы вообще отлично все, пошло бы в пользу. Но на это, как правило, уже нету достаточного количества сил, энергии, гормонов. И как бы все равно эта тренировка пройдет не в удовольствие. Поэтому, а вот погулять, как бы сделать дополнительно, просто подвигаться, сжечься по морю. Ну и ночью ты не пойдешь в тренажерный зал, если это случилось в час ночи после алкоголя. Не нужно говорить, что сразу, на следующий день. На следующий день. Да, да. После алкоголя вот как раз таки в тренажерный зал не стоит, а прогуляться стоит. Ну и с алкоголем поаккуратнее в этот период, конечно, в принципе. Старайтесь держать, не было подальше. Не то, что поаккуратнее. Вообще, вообще лучше не держите дома алкоголь. Да, уберите подальше. Потому что начнутся всякие мысли, захочется себя пожалеть, а этого не нужно. Ну что, друзья, будем заканчивать. Это был последний ролик из этого цикла. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожелания, темы для следующих роликов, которые вы бы хотели, чтобы я обсудил с девчонками, присылайте в комментарии. Мы обязательно это сделаем для вас. Если вы с чем-то не согласны, можете смело ставить дизлайк. Но напишите, с чем вы не согласны, что не так и как должно быть. А еще лучше, если вы снимете ролик, пришлете нам, мы покажем его нашим зрителям и с таким же удовольствием покритикуем вас. Не забывайте, что самое лучшее кардио – это секс. На этом всем пока. Всем пока. Счастливо, всем спасибо.